Сейчас война переходит в новую фазу, в затяжную фазу, и в этой фазе ключевое значение имеет ментальное составляющее, потому что кто выдержит, у кого сдадут нервы, кто будет чувствовать, что он проигрывает. И российское население отличается терпением и готово долго терпеть войну, но если с войны поступают, так скажем, оптимистические новости о том, что мы поднимаемся с колен, даем отпор Запада, побеждаем Украину, если таких новостей не поступает, то начинается то, что специалисты называют когнитивным диссонансом. Как же так? Путин поднимал Россию с колен, Путин тратил очень большие деньги на строительство, модернизацию армии, Путин говорил о том, что у нас самое современное в мире, которого нет даже у Запада, а в результате мы получаем то, что получаем. Ну, я-то думаю, что это неизбежно, потому что я исхожу не из того, что телевизор показывает, а из того, что знаю про реальную ситуацию с экономическим развитием путинской России, ну и, соответственно, с военным обеспечением. Так что для таких людей, как я, никакой новости, это даже не очень интересно, а вот для тех, кто истово верует в военный гений Путин, это будет, конечно, очень болезненное разочарование. Но они переживут, они переживут, потому что больше им верить не во что, а человеку надо во что-то верить. Соответственно, значит, они будут говорить, что это часть хитрого плана, так же, как они говорили, когда утопили украинские воины крейсер Москва, так же, как они-то говорили, когда вышивали российские войска из-под Харькова или когда заставили отступить из-под Киева. Ну, они повторяли эти слова, там, типа, жеста доброй воли, выравнивание линии фронта. Ну, в общем, люди все-таки не дураки, понимают, что отступление есть отступление. Так что Херсон это такая отравленная пилюля, потому что ничего позитивного там Путин приобрести не может. Максимум, что он может, это максимально долго растянуть контроль над этой территорией. А потерять он там может и очень многое. И в этом смысле это тот самый бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке. Но только хорошо было бы это понять заранее, так же, желательно до 23 февраля, но в жизни так не бывает. Вот о том, что еще может Россия, была информация New York Times, что российские генералы обсуждали применение ядерного оружия в Украине. США это, понятно, беспокоит. Также слышали некоторых экспертов, которые говорили, что именно после поражения серьезного, например, Херсона, они смогут применить ядерное оружие. Как думаете, есть такая угроза сейчас? Нужно обращать внимание и как с этим бороться? Ну, конечно, обращать внимание нужно, когда идет речь об атомной угрозе. Вне зависимости от того, насколько велика ее вероятность, это настолько чудовищная по опасности мероприятие, что, конечно, к нему надо относиться серьезно. Но что касается конкретной публикации этого разговора, то, насколько я понимаю, путинскую стратегию, он же не глуп человек и понимает, что шантаж работает только до той поры, пока ты веришь в его серьезность. Если тебя пугают чем-то, и ты думаешь, что это брехня, тогда какой смысл тебя пугать? Ты скажешь, слушай, отойди, мне не до тебя. Поэтому, а у Путина никаких других шансов и никаких других ресурсов воздействия на ситуацию, кроме шантажа, нет. Он шантажировал Европу газом, шантажировал Европу нефтью, точнее говоря, их отсутствием. Шантажирует Украину ударами по узлам инфраструктуры. А вот, мол, как вы зиму-то переживете? Ну-ка, сдавайтесь скорее. Это тоже форма шантажа, потому что на поле боя он победить не может. Ну, значит, будем наносить удары по мирным объектам глубоко в тылу, с тем, чтобы поставить Украину перед перспективой голодной и холодной зимы. Это тоже не очень работает, только злит. Но теперь надо напугать Запад. Он уже неоднократно намекал и прямо говорил, что в России есть ядерное оружие. Спасибо, Запад об этом знает. Но, в общем, это примелькалось. Путин уже раз 5-7 говорил про эту атомную бомбу. Все понимают, что да, есть. Все понимают, что это может быть. При этом все понимают, что вероятность невелика. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok